Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем разбирать, что же на них произошло, на торговой сессии, которая миновала, что нас ожидает еще под конец, собственно, недели, и как это повлияет на наши основные инвест-идеи. Рынки в прямом смысле в огне, я думаю, что вы все это уже заметили. Если динамика каждого инструмента сейчас очень сильно превосходит средние значения, которые устаканились за последние недели, волатильность тоже зашкаливает, рисковые инструменты валятся, при этом такого нисходящего движения мы не видели очень давно. И, честно говоря, друзья, я хочу с большим удовольствием многих поздравить именно с таким развитием событий на финансовых рынках, потому что это как раз то, что соответствует нашим с вами целям, ожиданиям. И, наконец-таки, мы уходим на выходные с прекрасным настроением, потому что сделали очередные цели, самое главное, коснувшись по евро-доллару отметки 1.15. Я когда начал готовиться к сегодняшнему брифингу, это было несколько раньше, скажем, за несколько минут до того, как развилось вот это чрезмерное ослабление, и хотел было вам сказать, что вот сейчас мы держимся там в нескольких десятках пунктов от цели 1.15, и, скажем, сегодня-сегодня на данных по инфляции штатам, которые выйдут в 15.30 по московскому времени, сможем продавить данную планку. Ну вот такой вот приятный сюрприз еще до выхода отчета. Паника, которая заразилась на площадках, привела, собственно, к сверхотработке наших ожиданий, потому что на момент тестирования планки 1.15 по принципу цепной реакции и вообще классики любых переломных моментов с учетом вот этих психологических кластеров мы увидели продолжение импульса, срабатывание стоп-сигналов, и, как всегда, на этом рынок набирает еще большую скорость и продолжает осыпаться. Сразу хочу отметить, друзья, что нужно еще попробовать поискать причины, которыми можно было бы оправдать то, что происходит вот прежде всего с европейской валютой. Но вот что я успел найти по информации, уж не знаю, насколько это действительно серьезный аргумент, но это якобы статья Financial Times, где выказывается и явно демонстрируется обеспокоенность за сохранность и безопасность активов европейских банков, которые сейчас находятся, собственно, в турецкой финансовой системе, скажем так, в банках Турции на фоне последних геополитических событий и на фоне того, что происходит с турецкой лирой. Может быть, кто-то из вас даже спекулирует этим крайне нестабильным финансовым инструментом, ну, я имею в виду лиру, вы наверняка могли заметить эту безудержную девальвацию, которую никак не удается остановить. Если еще не заметили, прямо сейчас откройте графики доллара, либо евро против лиры, и вы сами увидите, о каких форс-мажорах мы сейчас, собственно, с вами говорим. Ну, на мой взгляд, это не совсем, скажем, та причина, которая была бы круто оправдать о снижении. Может быть, удастся нарыть что-то более интересное. Но, друзья, я говорю в моменте по факту того, что мне удалось найти по информации за последние минуты. Все происходит очень быстро, поэтому я обязуюсь, собственно, дать больше информации уже в ходе торговой сессии понедельника. Поэтому приглашаю вас всех с большим удовольствием также на открытие новой недели. Мы с прямым эфиром в 9.30 по московскому времени через Перископ. Ставьте приложение на ваше мобильное устройство. Если нет возможности просматривать и быть вместе со мной в режиме онлайн, ничего страшного, мы тут же выкладываем запись на нашем канале на YouTube. То есть, а Market сможете вести в поисковике и быть в курсе всего нового контента, который там проявляется. Теперь давайте чуть детализируем картинную обстановку по основным инструментам. Нам есть о чем поговорить, потому что в целом рынок, ну, крайне сейчас медвежий по риску. И я надеюсь, друзья, вы не мудрили и не покупали ни фунта, ни, собственно, австралийца, ни евро. Тогда, когда не было для этого никаких предпосылок. Мы ждали, выстрадали вот эту нисходящую динамику, собственно, она сейчас разразилась. Начнем с нефтянки. 71.98 это закрытие торговой сессии четверга. 71.90 мы находимся сейчас на фоне того, как активно скидывают риск у актива. Я допускаю, что можем действительно замахнуться на тест поддержки 70 долларов за баррель даже до конца текущей торговой сессии и текущей недели. Но если даже этот уровень не падет, ничего страшного, будет неделя следующая. Прогноз не изменится, ожидания медвежьей сохранятся, потому что последние торговые сессии распродажи по процентному эквиваленту, когда бренд и WTI теряли более 5%, позволили нам говорить, что сейчас рынок, трейдеры, инвесторы все сфокусировались на большом риске. Этот риск все-таки связан с перепроизводством углеводородов на фоне замедления темпов роста мировой экономики и явных сигналов увеличения нефтедобычи. В целом, со стороны ключевых регионов, я, как вы помните, разделил вот этих игроков на, скажем, три весовые категории. Это ОПЕК вместе взятый, это Соединенные Штаты Америки и, собственно, Россия. И несколько дней назад в ходе брифингов мы конкретно по цифрам говорили, сколько нефти добывается, и ссылались также на прогнозы соответствующих ведомств, сколько они планируют еще добывать до конца этого года, сколько они планируют, насколько увеличить добычу. Соответственно, добавим к этому еще и риски замедления мировой экономики из-за последних событий и роста напряженности в отношениях США и Китая обменялись не то чтобы уже ответными угрозами, взаимными, точнее, угрозами, но фактически обозначили дату, когда торговое противостояние выйдет на совершенно новый уровень, 23 августа, я думаю, что уже можем говорить без каких-либо допущений того, что кто-то из регионов включает заднюю и, скажем, они до этой даты решат, что нужно все-таки вернуться к процессу переговоров и пока не пороть горячку. В любом случае, уже все это случилось, друзья, ждем 23 августа, хотя рынок уже заложил все в цену. Война торговая, она уже не какое-то гипотетическое событие, которое может случиться. Торговая война идет, друзья, и очевидно, что в отношениях, по крайней мере, США и Китая уже пройдена точка невозврата. Поэтому готовимся к еще большему экономическому спаду, готовимся к серьезному падению спроса на сырьевые инструменты и готовимся к тому, что нефтянка у нас не то, что будет в состоянии избыточного предложения, но и окажется в среде, когда спрос на нее, исходя из более низких аппетитов, будет не таким существенным, как и предполагалось. Это стратегический риск. Я на него продолжаю делать ставку. Мы его уже отчасти отработали. Нефть развернулась, нефть уже сформировала нисходящий тренд. На дневках он совершенно очевиден, друзья. Можно даже построить тот же самый канал, который допускает возможности локального роста в район 75 долларов за баррель, но все равно там должен будет последовать отбой, очередной разворот, возврат к тому уровню, который сейчас является нашей целью, 70 долларов за баррель. Поэтому я рекомендую все же переориентироваться вам, если вы рассматриваете нефть для торговли и все-таки в пользу продаж и пополнить ряды тех, кто относит себя к категории именно долгосрочных продавцов и удерживает такой личностный статус медведей. Сегодня у нас по нефтянке еще Baker Hughes. Это отчет нефтесервисной компании США по количеству нефтяных терминалов. Но при всем уважении к этому релизу, собственно, так же, как и при всем уважении к статистике по запасам, она нас уже особо не интересует, потому что рынок всем своим поведением и динамикой дал понять, что уже не обращают внимания на какую-то локальную статистику, а мыслит категориями более общими, такими крупными мазками, которые позволяют оценивать и дают возможность оценивать глобальное предложение и глобальный спрос. Об этом мы только что поговорили. Серьезное расхождение по этому нефтянку у нас остается в приоритете продаж. Рубль 66.70. Переуполнение планов, целей, ориентировав и здесь. Мы после теста сопротивления 65 с вами говорили о возможности ухода пары и выше 66, там обозначали цели 67, может быть, даже повыше. Видим то, что это сейчас вполне реально, потому что паника захлестнула все развивающиеся рынки, соответственно, и их валюты. Я не знаю, где удастся остановить эту девальвацию, которая сейчас характерна для всех. Надеюсь только, что вы смогли на этом заработать, друзья, и не мудрились поиском каких-то позитивных моментов для роста рубля, когда их не было. Ну, пожалуй, даже с российской валютой было еще все более предсказуемо, чем где бы то ни было, потому что в отношении рубля мы всегда работали с двумя ключевыми рисками. Это снижение цен на нефть и финансовые и экономические санкции, которые сейчас, как новый виток давления со стороны Запада, расцениваются, может быть, даже более серьезным фактором влияния на рубль, чем то же самое снижение цен на нефть. Про санкции мы с вами говорили о том, что они могут коснуться ключевых российских банков, они могут коснуться облигаций федерального займа и, в конце концов, оказать ущерб российской экономике, которого еще не видели. Наверное, в новостях не могли бы не обратить внимание, опять же, острое внимание со стороны правительства к этим финансовым и экономическим санкциям, потому что действительно настолько жесткими они еще не были. В общем, следим за развитием событий, друзья, торгуем только лишь по тренду, который, на мой взгляд, сейчас совершенно очевидно развивается в сторону слабости, что сырьевых инструментов, что валюты развивающихся стран. Доллар, японская иена. Я продолжаю говорить о том, что сейчас на рынке очень трудно выжить и найти подходящий момент для покупки доллара против иены, потому что уж очень неспокойная обстановка на финансовых рынках и очень живой по-прежнему остаются темы, связанные с новыми санкциями США против Ирана и обострением торговых отношений между США и Китаем. Об этом мы детально говорили. Вчера, с вашего позволения, я не буду сейчас снова разбирать этот фон. Отмечу лишь, друзья, что, конечно же, долгосрочно пока логичнее делать ставку на то, что иена будет пользоваться большим спросом, потому что ее защитные свойства проявляются гораздо выраженнее, чем у того же самого американского доллара. Но в то же время не будем отказываться от своих слов, добавив то, что у доллара сегодня есть очень хороший шанс немножечко отыграться. Почему? Потому что в 15.30 по московскому времени выйдут данные по инфляции. Это тот самый отчет, который влияет на решительность Федрезерва по процентным ставкам и тот самый отчет, который снова толкнет доходность американских облигаций выше текущих значений. Сейчас 2.95-2.96. Нам нужна вот эта планка 3%. Она психологическая по мере приближения к ней. Мы видим, как живо трейдеры начинают заходить и в американскую валюту. В случае роста инфляции сегодня казначейские трежерии с ней примерно вырастут. И в соответствии с этой динамикой позитив охватит также и американцы. Даже сейчас мы можем увидеть то, что избавляясь от рисковых инструментов, хочешь не хочешь, но оказывается поддержка доллару. Потому что доллар, хоть не такой крутой по защитным свойствам, как японская валюта, но тоже относится к категории защитных активов. Поэтому доллар против иены сейчас довольно стабильный, скажем так. Это не те чудовищные движения, которые сейчас характерны для многих других валютных пар, потому что здесь борются именно два защитных конкурента. И сегодня я позволяю себе сказать, друзья, что следовало бы рискнуть, поставив на то, что доллар будет более бодрее японской валюты. Потому что в отличие от иены, которая так же, как и доллар, следит за отношением к риску у доллара, есть внутренний статистический триггер, который может сработать. Это данные по инфляции. В 15.30 мы ждем этот отчет. В 111 сейчас, и я думаю, будет очень неплохо, если к концу торговой сессии мы с вами приблизимся к сопротивлению 112 иен за доллар. Евро против американца. Я начал, собственно, брифинг с того, почему, на мой взгляд, европейская валюта могла обвалиться. Это лишь гипотеза с отсылкой именно на реакцию трейдеров на статью Financial Times. Но, с другой стороны, лично меня абсолютно не интересует причина текущего обвала, потому что я знал, что евро неуклонно движется в этом направлении. И если спустя какое-то время рынок начнет с большим осмыслением относиться к фундаменту, все же все выделят основные, скажем, несколько основных причин, по которым евро оправдан аутсайдер. Это контраст политик, о которых я говорил, ЕЦБ и ФРС. Это слабая статистика на фоне последних отчетов по промпроизводству и розничным продажам, очень важные индикаторы. Это неопределенность и неясность того, в каком формате все-таки, в конечном счете, сложатся отношения между США и Европейским Союзом в тот момент, когда, собственно, переговоры возобновятся. И бодрый доллар, который теснит позиции рисковых инструментов, исходя из наличия такого фундаментального стержня по росту. Цель 1.15 мы с вами сделали, друзья. Те, кто пофиксился, я вас поздравляю, на выходные вы уходите с хорошим настроением, молодцы. Те, кто хочет выжить больше, но, друзья, на собственный страх и риск нужно тогда держать эти короткие позиции. И, как еще больше месяца назад было сказано, вполне возможно, что мы пойдем на отметку 1.1. То есть, с учетом текущего ослабления, цель стоит того, чтобы за ними побороться, потому что до 1.1 по евро-доллару остается 450 пунктов. Новозелание против доллара продолжает развивать нисходящую динамику. Вовремя мы перевернулись и фактически уже отыграли те потери, которые понесли. Новозеландец столкнулся с крайне непредсказуемой и неожиданной риторикой Резервного банка Новой Зеландии, которая обвалил курс, собственно, в ходе вчерашней торговой сессии. В моменте реакции на сопроводительные комментарии Резервного банка Новой Зеландии составило снижение и потери пары новозеландского середа около 100 пунктов. Но вот этот негатив, он сохранился, он продолжился, он развился. И сейчас мы говорим о еще подобных же потерях. Котировки по новозеландцу находятся в районе, собственно, 0,66. Я считаю, что мы такими стараниями в ближайшие дни легко протестируем планку 0,65. Надеюсь, друзья, то, что вы все же отнеслись правильно к комментариям Резервного банка Новой Зеландии о том, что текущий курс близок к справедливой стоимости, то, что еще больше ослабление курса новозеландского доллара должно привести к положительным последствиям за счет роста экспортной выручки. Ну и то, что ставки, если и будут повышены, произойдет не раньше 2020 года. Но все, опять же, сложилось в пользу того, что мы должны сейчас продавать новозеландцы, потому что теперь и национальный фундамент риторика Резервного банка Новой Зеландии, да еще и доллар поджимает, оказывая соответствующий прессинг. Фунт против доллара 1,28. Валимся мы и здесь, друзья, и с дуру, потому что нам нужно добраться до отметки 1,25, потому что на этом уровне мы сможем уравнять, опять же, те убытки, которые понесли с начала этого года с тем профитом, который в идеале мы можем получить. Соответственно, с учетом того развития нисходящего ралли, которое уже очевидно, я думаю, что мы сможем добраться до этой цели. Поскольку, опять же, против британцев сейчас действует общий сброс рисковых активов, это первый момент, против британцев в еще большей степени действует неясность Брекзита и фактически подготовка к жесткой процедуре выхода без сохранения доступа к единому европейскому рынку. Австралийцы против доллара. И здесь еще один приятный момент для нас. Долгосрочная цель 0,73 уже вот-вот будет протестирована. Я не знаю, возможно, друзья, даже в последние несколько минут, то есть мы с вами на брифинге уже около 15 минут, и, возможно, эта цель уже сделана. 0,73, когда я начинал брифинг, котировки были 0,73,25, и австралийцы опять же валятся не только потому, что падает резко новозеландский доллар, не только потому, что растет доллар, а потому, что буквально несколько часов назад Резервная банка Австралии снизил прогнозы по экономическому росту, пересмотрев данные по ОВП на этот год и на следующий. Но я предлагаю не забегать на то же самое 20-е, очень много времени еще пройдет до него, и все изменится, а поговорить про 2018 год, когда прогнозы ожидаемо снизились с 2,25% до 1,75%, то есть на 0,5%, по сути, скорректированного в сторону ухудшения, и на 2019 год с 2,25% до 2. Это все следствие отголоски того, что Австралия и Новой Зеландия начинают очень сильно паниковать за то, что Китай, продолжая открыто явную борьбу со Соединенными Штатами Америки, все-таки не выйдет победителем. Это приведет к очень серьезному спаду его экономического роста, а учитывая тесные партнерские стратегические связи с Австралией и Новой Зеландией, этот негатив начнет транслироваться и на бизнес в этих странах в масштабах всей страны. Я примерно две недели назад говорил вам о том, на каком уровне сейчас находится бизнес-доверие в Новой Зеландии, так вот оно соответствует минимальным значениям с 2008 года, со времен краха Лемон Бразерс. Сейчас, конечно же, уже анализируя то, что было сказано, то, что мы получили в плане вводных за последние дни, подобное снижение бизнес-оптимизма и доверия кажется более чем оправданным. В общем, друзья, рынок стал явно медвежьим, он соответствует нашим ожиданиям, мы уходим на выходные с прекрасным настроением, ни в коем случае не растеряйте его за выходные, я жду вас бодрыми в понедельник, потому что в понедельник начинается забег очередной на 5 полноценных торговых сессий, следующая неделя, по крайней мере, опуская геополитический внешний фон, будет более интересно на статистику. Хотя, в конце концов, статистика там нам тоже нужна для того, чтобы на рынке была волатильность, а критиковать рынок за отсутствие волатильности мы сейчас точно не можем, потому что рынок ходит в узле расти. В общем, друзья, на этом давайте завершать, думаю, основной фон мы разобрали, хорошей вам торговой сессии, закрытие недели, замечательные выходные, увидимся на понедельник, как и всегда в прямом эфире через перископ в 9.30 по московскому времени. Всего доброго, до свидания.